Всем привет! Давайте к лицам начнем с вопросов, если какие-то есть по любой теме курс. Можно, например, на примере уже имеющихся графиков по фрактальному сжатию объяснить, как все-таки происходит оценивание, потому что я не очень понимаю, как мой график будет оцениваться. В общем, вот пример графика с rd-кривыми. Традиционно у нас в курсе это оценивалось так, что здесь по обоим осям, по P-смару лучше всего, это выше лучше, по размеру файла, чем меньше, тем лучше. Соответственно, увеличение качества происходит вверх-налево по графику, и чем выше-левее, тем качественнее результат. Традиционно у нас просто по каждому видео формально вручную смотрится, кто выше-левее, и просто ранжировка происходит, а потом по всем тестам усреднеется. То есть я правильно вижу, что здесь я не сравним вообще с Виктором Юзиным, остальных типа обгоняю. Да, вы тут с Юзиным и Виктором друг друга дополняете в одну кривую, а остальные по всей обгоняются. А здесь как работает, если, допустим, один график сильно выше, а другой сильно левее? Как это соотносится друг с другом? Ну, ты имеешь в виду оранжевая и зеленая линия, да? Ну да, смотри, зеленый, он сильно выше, а оранжевый он прямо очень влево ушел. С одной стороны, вроде похоже, как будто два первых места, с другой стороны, как относительно друг друга такие графики? Какой порядок на них вообще будет? Ну, скорее всего, здесь поставили одно и то же место, потому что он выше всех остальных по качеству. Виктор. Мы хотим еще прогнать бейзлайн по решению человека, который разрабатывал задание. Традиционно там тоже должно быть строиться какая-то кривая, которая проходит, имеет пересечение по размеру файла с довольно большим количеством решений. Там уже смотрится относительно ее результаты, но такого нет решения на данный момент. Поэтому, вероятно, если у нас время не хватит на это, то обычно представляется. Вроде, по идее-то, наоборот, должно быть какое-то соотношение, типа, компресс-байтс к PSNR, потому что, типа, если там quality, допустим, 100, то очевидно, что там должно быть, ну, типа, размер, конечно, должен быть побольше. Типа, это же как-то так, наверное, должно работать. Да, но там считается обычно метрика, бидирейт называется. Там считается площадь под графиком, ну, там берется вот как раз референсное решение и считается площадь под графиком относительно вот другого решения. Как раз соотношение там получается одного к другому. Тут проблема в том, что на низких бидрейтах соотношение одно, а на высоких другое. То есть такая алгоритмическая зависимость. Поэтому сложно оценить людей, которые не всю шкалу покрыли объективными методами. То есть бидирейт используется обычно при сравнении там профессиональных кодеков, у которых сильно шкала покрывается. Там можно даже просто размер файлов задавать плюс-минус. Просто с таким объективным подходом проблемы случаются, когда вот появляется такое решение, которое, ну, непонятно, где-то внизу или уехало сильно далеко. Это же не обновлен график с федлайн? Нет. А тут два вот, да, типа графиков с аутлайером и без аутлайеров. Как это вообще, ну, типа, то есть как относительно них еще оценка как бы строится? А, ну, так аутлайер — это просто выбросы по размеру, ну, выбросы по шкале. Получается, у Исаева Сергея получаются картинки по сценару какие-то жуткие в отрицательном значении. Кстати, а что вообще значит отрицательный по сценару? Как это может быть? Он же вроде через МСЕ считается, а МСЕ не бывает отрицательным. Логарифм берется от него. Ага. Ну, там, если ввести, вот, да, сценар, формулу, там берется алгоритм от ну, МСЕ, короче, да. Ну, там, чем больше, тем лучше, чем ниже, тем хуже, но вообще у картинок, которые хоть как-то похожи на изначальную, там отрицательный по сценару я ни разу не видел. А ты как-то проверяет, что картинка похожа на изначальную, хоть как-то? Ну, мы смотрим на ноутбуке, да, как она выглядит, но... Нет, я имею в виду, что те, которые гонялись в тестирующей системе, они как-то вообще хоть приблизительно их сравнивают? Может, как раз из-за этого? Если они не сравнивают, а просто проверяют, что скрипт не падает по тайм-лимиту, то, наверное... Имеете в виду студенты, которые задают специальным по сценарам? Ну, да, типа, вот мое решение условно прогонять с третьей системы, типа... Ну, нет, Сергей, там какая-то техническая проблема была, что он самат не тот возвращал. Поэтому считалось неправильно. Сейчас все обсуждали же. Ну, я сомневаюсь. Просто здравый смысл подсказывает, что алгоритмы должны визуально тоже хорошо работать. Ну, если кто-то не смотрел, то он будет в уникальном случае. В плане... Так, я могу вот так ради интереса глянуть. Сейчас... Ну, он будет... Ну... А, ну, я так смотрю... Возможно, он, да, и правда... Может, я тебя пропустил в этот момент. У него просто, по-моему, диапазон значений не тот был. Если я правильно понимаю. Ну, типа... Там... Не от 0 до 1. То есть... Не знаю, что что-то там сделал. В общем, я так понял. Суть, потому что было обсуждение, он пофиксил уже проблему. Графики обновим сразу. Будет видно, что изменилось. Вот. Вот. Там вроде... Все, кто гонял... Еще гоняются какие-то решения. А, кто-то еще заливает, да. Постепенно. Есть еще какие-то вопросы по фрактальному сжатию? Там лидер-борд обновим. Не знаю, сегодня-завтра. Добраться до этого. Построить значения. А, построить графики. Окей. Раз вопросов нет, давайте... Тоже пару слов про то, что тут будет. В общем, я не уверен, сколько из присутствующих вроде фамилии и все знакомые. То на семинар пришел. Вроде все арифметики вставали. Не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Вот. У вас особых проблем с получением оценки за курсы, думаю, не будет. Знаю, у человек 30-ти, которые записались на курсы, задания вообще не сдавали ни одного. Ну, я вот даже не знаю, вы можете по программе курсов набирать больше курсов, чем вам нужно, там закрывать только нужное вам количество? Вообще нет, но в начале семестра люди могли переводиться, я не знаю, вас вообще уведомляют о том, что от вас переводятся или нет? Ровно один человек это уведомил, и я там даже что-то подписывал, то, что я разрешаю, чтобы он ушел. То есть через два дошло, да, и после курса как-то работает? Короче, там просил учебную часть или как это называется, да, согласие какое-то даже формальное, то, что согласен на то, что человек уходит. Нет, ну, если там больше половинку курса ушло, это, конечно, жестко вначале. Да нет, ушло мало, остальные просто не смогли ничего сделать. Интересно. Ну, окей. Видимо, в групповом режиме разбираться с всеми остальными. Так, ну, окей. Тогда касательно алгоритма оценки компенсации движения. У нас знание называется. Там, как начнете делать, как рассказывал, там все очень похоже в плане подбора похожих блоков. То есть можно находить там блок наиболее похожий на текущий. Вот. Только не нужно будет там преобразования самим подбирать. В этом плане задание будет проще, я думаю, чем фрактальное сжатие. Там вообще идея на все суперпросто. Там, как обычно, какие-то вопросы есть, задавайте. Единственное, что вы могли заметить, выходным меня тяжело достать. Ну, да. Ну, соответственно, думаю, что у вас проблем с созданием тоже не будет. Там, с ценкой за курс тоже. С остальными будем разбираться отдельно. То есть они и не приходят. Ну, окей. В общем, сегодня опять тоже предполагалось задание. Какая-то консультация по компенсации движения. Там, получается, две недели осталось на его выполнение. Там я на предыдущем семинаре разбирал, как работает ноутбук. В следующий раз будет опять более какое-то подробное объяснение, потому что сейчас еще, вероятно, никто не начал делать. Поэтому в этот раз опять будет коротко. Давайте, если есть последний шанс задать какие-то вопросы. Дальше зайдемся. Я стараюсь обновить вам графики по вертальному сжатию. Ну, окей. Вероятно, в следующий раз... У нас два семинара осталось. Следующий еще один вроде. Вероятно, они будут очные. Возможно, будет смена времени в зависимости от того, как нам удобно будет. Там посмотрим. Но у нас учебная часть уже вытягивает в оффлайн. Поэтому там одно-два занятия будет оффлайн. Вот так. Из новостей. Ну, окей. Тогда, в общем, удачи всем с своими дедлайнами и другими делами. В рекламном сжатию результаты будут сегодня-завтра, я думаю. Вот. Если что, опять же там пишите. Там, если что, вон Саша Яковенко, ассистент. Он на подхвате отвечает на какие-то вопросы. Всем спасибо, что пришли. Давай туда будем расходиться. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok